Шопы, да? Первые шопы в городе Хайкове появились в 1824 году и открыла их графиня... Фу, Павлова? Я клею в 1824 году. 800. Первые шопы в нашем городе появились в 1824 году и открыла их купчиха Павлова. Но вот к этой Павловской площади она никакого отношения не имела. Так уж получилось, что наш город был богат на купцов Павловых. Так вот, шопа, это на самом деле называлось обжорный ряд. Обжорный ряд, как вы понимаете, потому что там продавалась всяческая еда. Вот так. Может быть, именно поэтому, вот от этого слова, и появились всяческие английские и американские шопы. Может быть, может быть. Имя этого мальчика я называть не буду. Вы все его знаете. Он предупреждал вас. Играйте и обыгрывайте. Но кроме него сегодня никто не пришел. Сегодня у меня, я думаю... Имя скажи. Владик. Владик. Ну, вы знаете. Отвечай. Слово шопа, значит, навес, ну, стол, лоток. Ну, у торговцев. Ну, раньше у торговцев значило. Навес торговый. Значит, у нас был конкретный вопрос. Ты слышал, что мы уточняли, это в Харькове было? Ну, не знаю. Наверное, я ошибся. Нет. В общем-то, твой ответ, наверное, правильно. Откуда ты его взял? Я посмотрел у Даля. Ага. Ты посмотрел у Даля. А мы посмотрели совсем в другой книжке. И касательно конкретно Харькова. Телезрители уже знают, какой правильный ответ. Но немножко у нас... Ну, в общем, правильно. Я тебе скажу по секрету, что вот в Харькове шопа, это значит обжорный ряд. То есть там продавалась всяческая еда. Ты вообще любишь ходить по рынку? Люблю. По какому? По центральному. По продовольству, по обжорному ряду? Не только. И по... Где одеждой торгуют? А торговаться любишь? Конечно. И как торгуешься? Азартно? Как Якубович? Ну, в принципе, да. Как часто получается? Ну, да. Иногда выбиваешь там чуть-чуть. Гривны две. Гривны две – это смотря на чем. В некотором случае это немножко, а в другом случае это принципиальный вопрос, да? Да. А вот, предположим, ты пошел на Благовещенский рынок, зашел в этот самый обжорный ряд и купил все, что тебе нужно. Ты хочешь приготовить своим родителям сюрприз. У тебя есть фирменное блюдо? Нет. То есть ты вообще никогда не готовишь у родителя сюрпризы кулинарные? Готовлю. Ну, это нам с сестрой. Надо открыть справочник с разными такими блюдами. Столько-то грамм того, столько-то грамм того. Да. Ну, у моей сестры есть всякие блюда такие. Ну, а ты, в чем заключается твоя функция? Резать или смешивать? Выполнять приказания. Ага. То есть она творец, а ты помощник, да? Да. Вася, сестра к нам когда-то уже приходила, да? Да, приходила, когда... Ну, от сладкого дома, в общем, устраивали. Но ты у нас бываешь гораздо чаще. Владик, телезрители очень интересуются, вот в какую точку центра ты бы точно не побежал. Вот я знаю, куда бы мы в центре не приехали, ты обязательно к нам приходишь на место встречи. Куда бы ты не пошел? Ну, в Парк Горького бы я не пошел. Уже несколько раз пробовал, но не хватает. Наверное, на Москалевку бы не пошел. Не пошел бы уже на проспект Ленина. Так, обязательно нужно будет поехать в Парк Горького на Москалевку. Или куда ты вообще сказал? На проспект Ленина, я не знаю. А, на проспект Ленина. Это будет ваш последний шанс отыграть приз у Владика. Иначе никак не получится, я так понимаю. Так, это, наверное, скорее всего для твоей сестры. Медовый лосьон и вот этот яблочный шампунь. Все это фирмы Ландер. А также кассеты. Это Синдерелла и кино от музыкального центра под веселым Роджером. Улица Студенческая, 6, дробь 17. Это вот к всем твоим флажкам, которые у тебя уже есть, и твои пожелания. Так, передаю привет всем сотрудникам места встречи. И так, и присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые были уже до меня, потому что я уже все, что можно, по-моему, уже пережилал. Понятно, привет и пожелания мы принимаем. Смотрите нас, встречайтесь с нами каждый день, кроме выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин